24 ноября 2024 год так почему важным мне кажется я пытаюсь донести это другим то что россияне сейчас все чаще поднимают тему заморозки вкладов то есть как бы 50 с лишним триллионом на вкладах у россиян там то есть наличности как бы казалось бы дофига и больше можно и на войну тратить бог с ней стой кубышки что она там заканчивается да то есть кубышка уже вся ушла на войну а теперь же можно снять у россиян совкладывать и заморозить эти вклады ситуация абсолютно ровно такая же как и в советском союзе в советском союзе огромное количество денег лежала на сбер книжках ну кто-то там моего возраста на шестом десятке все прекрасно помню у бабушек у дедушек у папу вам там и у детей на меня там эти книжки заводились то есть на подростка там на детей буквальном смысле этих то есть денег было номинально на карточках таких в сбербанках то есть казалось бы огромное количество но почему-то в девяносто первом году у союз развалился и полки были пустые понимаете не было нифига в советском союзе то есть там уже даже в 90 80-х 80-х уже стоят мне там говорят об это у вас такой месяц я рассказываю то ё-моё я стоял в одной очереди маль в другой отец в третий сестра в четвертой чтобы там кто махту за маслом кто еще зачем по три часа каждый день где-то отстаивали практически кто-то рассказывал о том что до этого тебя ответы просто каком-то в таком регионе жили я думаю может правда так а тут и от шейтельмана послушал говорит в ленинграде у меня там вот я там среднестатистически 34 часа ли не жители за ленинграда оставила в очереди за продуктами в начале восьмидесятых ну блин по-моему в общем я о чем говорю то что у россиян там сейчас начинаются вот эти разговоры о замораживании вкладов о том что ограниченная выдача вкладов будет то что у россия начинается разговора что нам предпочесть стахвляцию или его галлопирующая инфляция галлопирующая инфляция это больше 50 процентов это показывает что дело движется к такому же летальному концу как и при советском союзе причем в советском союзе вам напоминаю последняя война закончилась в 89 году с афганистаном и это совсем не те масштабы были войны которые сейчас советский союз развалился в 99 декабре 91 года то есть это через два года уже практически после вывода в декабре 89 из афганистана уже два года война не велась и все равно советский союз крадыкнулся причем советский союз будет 300 миллионным там огромным государством втором в мире а за вторым в мире государств у которого ресурсов действительно было и влияние в мире я там не говорю про варшавский договор и так далее понимать то есть варшавский договор не сравнится с тем что сейчас вот этого дкб сраная блин российская да которая там за армению россии не заступилась и правило сделала в общем-то знает леса че яйца съела орешки орешник да так прошу я говорю то есть российская федерация далеко не такой же мощное государство как советский союз и потери сейчас российской федерации далеко не такие же руку советского советский союза 10 лет потерял 15000 этой войне в афганистане это 300 миллионный советский союз 320 миллиона было не помню сейчас уже точно в россии 140 номинально да по их словам чему я кстати не верю как вообще ничего не надо россиян верится самый народ это вот это вот россияне по-моему из тех кого я знаю с кем и общался то есть я не знаю насколько это в суде 140 миллионов из этих 140 миллионов ну я вам гарантирую за эти три года войны они это уже две 200 тысяч положили здесь сто процентов своих сограждан российских да если там медиа зоны это уже 78 тысяч по фамилии называет с некрологами спортированы там и всем остальным так что не переживать вообще я понимаю что вы там угрома сейчас смотрите на карту дипстей что продвигается там где-то под курахово там у меня пацан с подразделения с курахово то есть конечно давит она на психику но поверьте ребята это третий год войны и сейчас вот это вот они там эти барешников лупанули то есть люди которые предпринимают действия которые ухудшают их ситуации нам повезло сильно что такие тупорылые блин ну власти сейчас стоят как путин блин были там чуть-чуть посмекалистые люди с их ресурсами они могли там доломаться дайте серьезно ну я так думаю по крайней но слава богу что такие блин которые блин да не знаю рогами оленя там лечатся что я хотел сказать я же еще понимаете почему я вот бодрее выгляжу чем вы оптимистичнее потому что был мне очень много комментариев приходит россиян я вижу как меняется эти ботовские комментариев какая динамика сейчас опять начинает языкового вопроса чё ты говоришь на языке оккупанты ёлки-палки так а даже бы последний раз эти вы возвращали потому что это мой родной язык я родился в россии у меня мама русская было поймать я харьков чаю я русскоязычный я в жизни своей не разговаривал по-украински понять но я украинец я украинец и воспитание культурой украинской с презрением к этому церепокрованству что без царя в голове это значит сумасшедший человек да нет мы как раз украинская культура где два украинца там три гетьмана не переживайте вы у меня в подразделении ровно пополам половина русскоязычных половина украиномовных один в один до одного человека точно делятся на пополам то причем даже что они в моем подразделении дела да то есть лишь там когда слышишь приданные батальоны как разговаривать свои бригады как другие подразделения разговаривают по рациям то есть все ты на месте когда находишься кто-то говорит на службе кто-то говорит на украинском кто-то на венгерском говорит так что все нормально ребят не принимаетесь видно как они уже они не знают за что цепляться твоя вам там не платят о вас сколько погибло ребята сколько у нас не погибло мы тут перебьем и освободим свою территорию все украины нинько рядненько все буду украина не переймайтесь